МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если, по мнению судей, матча есть угроза жизни футболиста или метеоусловия, или фосмажорные обстоятельства, он может прервать матч. Гром, молния, ливень и футбол. Матч состоится при любой погоде. Четыре на двоих нагребли в Португалии наши спортсмены. Где и что, расскажем в программе. Лед уже заморожен, раскрашен. Сейчас осталось только набрать нужную толщину льда. Зима в лето. Ледовый дворец области открыл сезон. Перед его стартом мы заглянули в сердце дворца и узнали, как делают лед. Вас приветствует программа «Спорт М». Мы рассказываем о событиях Могилевской области в ближайшие минуты подробнее. Начнем с футбола и разберем эпизод, который случился в игре Могилевского Днепра. Речь идет о матче 15-го тура чемпионата страны в первой лиге. Домашняя встреча с крумкачами началась согласно расписанию в 6 часов вечера воскресенья. Именно в это время над Могилевым стали сгущаться тучи и пошел дождь. В первые 15 минут игры Днепр отметился двумя забитыми мячами, а на 39-й минуте судья матча Сергей Лобоцевич вынужден был остановить игру. В регламенте прописано, если, по мнению судей, матча есть угроза жизни футболиста или метеоусловия, или форс-мажорные обстоятельства, он может прервать матч, что он и сделал, так как данные условия не позволяли проводить игру в нормальных условиях. Дальше тоже самое он поступил правильно. Если в течение часа условия позволяют закончить матч, он его возобновляет, что он и сделал. Напомним, игра возобновилась через 50 минут после остановки. Матч был доигран, начиная с 39-й минуты. Если бы условия не позволили провести матч, то есть продолжить его дальше, игра прекращается, пишется рапорт ДПС, и уже потом ДПС назначает дату игры, согласованную с двумя командами, и эта игра продолжается с той минуты, на которой она была прервана, и в тех же составах, которые были внесены в протокол матча данной игры. Подобные инциденты уже не раз случались в мировом футболе, но не только погода может внести коррективы в ход игры. Забавный случай произошел вчера в российском городе Ясногорск Тульской области. Во время футбольного матча на поле выбежала собака. Пес разлегся на траве и никак не хотел уходить. Футболистам буквально на руках пришлось вынести непрошенного гостя с поля. Футбол – это не просто игра, болельщики вам скажут – это жизнь. И здесь тоже бывают непредвиденные остановки. Но главное – продолжать двигаться вперед. Днепр в том матче победил со счетом 4-0 и сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице. Борьба за попадание в высшую лигу продолжается. В Португальском Монте-Море завершился молодежный чемпионат мира по гребле на Байдарках и Каноэ. Здесь представители Могилевской области выиграли 4 награды различного достоинства. Так, три медали увезла домой Надежда Макарченко. Она выиграла финальный заезд на дистанции 200 метров в Каноэ-одиночке. Также чемпионкой стала и в Каноэ-двойке на дистанции 200 метров. Еще одну медаль – серебряную. Наша спортсменка завоевала на Каноэ-одиночке, преодолев дистанцию в 500 метров за 2 минуты 20 и 796 тысячных секунды. У мужчин в составе экипажа Каноэ-четверки Руслан Созановец отличился на дистанции 500 метров. На протяжении всей гонки наши ребята лидировали, но за считанные метры до финиша уступили украинскому экипажу и завоевали серебряные медали. В Ледовом дворце области вновь появился лед. Скоро здесь пройдут первые игры, а накануне мы попросили главного инженера этого дворца провести нам экскурсию и рассказать, как готовили лед к сезону. Лед уже заморожен, раскрашен, сейчас осталось только набрать нужную толщину льда и привести его в нормальное качественное состояние. Потому что на данном этапе с самого начала лед будет тяжелый, то есть он будет мокрый, пока он не вымерзнет. Но по такому льду уже можно кататься, а через 10 дней он дойдет до кондиции, будет твердым и быстрым. И сейчас происходит просто увеличение толщины льда до 4-5 сантиметров. Потом мы его немножко даем еще вымерзнуть. Выезжает машина, его ломает, так мы говорим, потому что он начинает, если вы видели, трещины появляются во льду. Потом до машины мы снимаем эти все поверхностные напряжения и все, и милости просим. Кстати, уже можно узнавать расписание. Приходите, кто болеет за местную команду, а кто и сам покататься. Это так называемые сердце ледового дворца, холодильная компрессорная станция. Вот отсюда подается холод на ледовую арену. А вот это главный выключатель дворца. Рядом блок управления, который считывает показатели температуры, давления, влажности и еще массу других цифр. Основные из которых раз в два часа заносятся в специальный журнал. Так и готовят во дворце искусственный лед. Уже через два дня его качество проверят на деле хоккеисты. Кто и во сколько, расскажем в рубрике «Эм Уикенд». Итак, хоккей. Уже 1 августа в Ледовом пройдут игры с участием гостевых команд. Клуб высшей хоккейной лиги ТХК «Тверь», проводящий сборы в Беларуси, сыграет против представителей экстра-лиги на Могилевском льду. В субботу, 1 августа, начало в 17.00, россияне сыграют против «Динамо Молодечно», а 2 августа в 13.00 сойдутся с Гомелем. Добавим, ТХК в минувшем сезоне занял третье место в регулярном чемпионате ВХЛ, а в плей-офф остановился на стадии полуфинала. Ну и в свою очередь хоккеисты Могилева сыграют товарищеский матч. Правда, в Витебске с командой, которую тренируют, бывший главный тренер нашей команды – Дюрий Чух. Начало в местном дворце в 4 часа дня. Ну и раз заговорили о тренерах, еще несколько слов о ситуации вокруг поста главкома «Могилевчан». Некоторые СМИ на неделе сообщили, что Львов возглавит Михаил Климен, некогда поигравший у нас. Как заверили в руководстве клуба, на данный момент исполняет обязанности главного тренера Максим Добровольский. И изменений не планируется. На выходных в стране будут сыграны ответные матчи 1-16 финала Кубка Беларуси по футболу. Шкловский «Спартак» и Могилевский «Днепр» свои матчи проведут на выезде. А вот Бобруйская «Белшина» у себя дома примет Гомель «Желдор Транс» 1 августа в 6 вечера на «Спартаке». Напомним, в первой встрече сильнее были наши футболисты, победив со счетом 2-1. В чемпионате области по футболу пройдут игры 12-го тура 1 августа. Обратите внимание на игру «Зарей» и «Краснополе». Хозяева идут третьими в чемпионате. И в погоне за лидером надо набирать очки у середняка, коим и являются гости. В воскресенье в Кировске местная команда принимает Шклов. Клубы соседей по турнирной таблице расположились сразу за лидирующей тройкой. Как говорят в таких случаях, игра за 6 очков. Такие спортивные события запланированы в области. Ищите афиши, приходите на игры. И последнее, о чем расскажем сегодня. Новость печальная. 29 июля ушел из жизни видный спортивный деятель, ветеран футбола Николай Подшиваленко. В апреле ему исполнилось 90 лет. Последние месяцы своей жизни он провел в борьбе с болезнью, которая взяла верх. Напомним, Николай Иванович, судья всесоюзной категории, обслуживал матчи высшей лиги чемпионата СССР. Неоднократно входил в число 10 лучших судей страны. Уже позже возглавлял областную федерацию футбола, организовал детский футбольный турнир «Кубок двора». Был человеком добрым и отзывчивым. Давайте вспомним один из самых ярких эпизодов его жизни. Слово Николаю Подшиваленко. Отсудили игру. Утром телеграмма. Немедленно выехать в Одессу. Что такое случилось? В Одессу. Садимся на самолет. В Одессу. С нами по храму садится Туфик. А ты куда? В Одессу судить. А там играет Одесса, Черноморец и Москва. Торпеда. Если выиграет Черноморец, Динамо Киев становится чемпионом. А они до этого поехали и кутаистам проиграли. А если выиграть торпеды, а не чемпионов, утром зачитывает. В поле Бахрамов помогает Подшиваленко и Меншиков из Москвы. Выходим. Стадион полный. Полный стадион. В том матче московская торпеда победила. А Николай Подшиваленко получил звание судьи всесоюзной категории. Ему было 40 лет. А впереди еще полвека жизни. Яркой и боевой. Это была программа «Спорт М». На сегодня все. Берегите себя и увидимся на телеканале «Беларусь-2» уже в понедельник. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова